девочки всем привет в этом видео ролике будем учиться с вами вязать ажурный узор посмотрите какой образец у меня есть для вас очень нежный очень воздушный очень женственный но мы с вами не только научимся его вязать но и в конце видео вам покажу пример использования такого рисунка в изделии я надеюсь вам понравится давайте начнем со скриншота схемы пусть она у вас всегда будет под рукой по сути наш рисунок состоит из десяти петель которые у вас будут повторяться ценное количество раз я для образца провяжу три таких рисунка три раза по 10 петель итого 30 петель плюс я наберу еще одну петлю для симметрии вот эту вот чтобы у нас и завершение рисунка и начало были одинаковыми получается 31 петля и еще две петли нам потребуется кромочных таким образом я наберу 33 петли для образца 33 петли набраны давайте первый ряд с вами провяжем изнаночными петлями теперь приступим к рисунку первая петля у нас кромочная мы снимаем далее по рисунку у нас идет вот такой вот столбик это лицевая петля все пустые клеточки на схеме тоже означают лицевые петли но я не стала их обозначать везде столбиками потому что схема будет очень тяжело для чтения у вас будет просто пестрить и репить в глазах поэтому чтобы легче читать я лицевые петли обозначила столбиками только вот в этих вот участках и так повторяю все пустые клеточки это тоже лицевые петли и так первая петля кромочная дальше провязываем лицевую петлю это наш столбик такой кругляшок означает накид делаем накид далее две петли провязываем вместе с наклоном с наклоном влево далее у нас идут две пустые клеточки это 2 лицевые петельки далее по рисунку идет вот такое вот обозначение это шишечка но так как мы вяжем самый первый ряд мы эту шишечку провязывать не будем и пока сделаем здесь просто лицевую петлю далее еще 2 лицевых 2 петли вместе наклон теперь вправо наклон вправо накид и далее мы повторяем как самого начала лицевая давайте еще раз вместе сделаем накид 2 петли вместе с наклоном влево дальше 5 лицевых пока что без шишечки 2 вместе петельки наклон вправо накид и третью часть рисунка я свяжу точно также так вот конец моего первого ряда завершающая петелька в рисунке это накид вот он и я провяжу еще одну вот последнюю лицевую петлю вот она у меня осталась чтобы наш образец был симметричный то есть вот у меня начало завершается ряд этой петелькой лицевой и вначале у нас было тоже лицевая вот такая петля перед накидом и завершаем наш ряд кромочный поворачиваем наш образец и следующий ряд провязываем изнаночными петлями все четные ряды у нас будут изнаночными на схеме изображены только лицевые ряды вяжем третий ряд 1 петля кромочная дальше у нас идет лицевая накид лицевая 2 петли вместе наклон влево 3 лицевых 2 петли вместе наклон вправо 1 лицевая 1 накид повторяем раппорт до конца ряда 4 ряд четный ряд провязываем изнаночными петлями мы в пятом ряду 1 петля кромочная далее по рисунку лицевая накид 2 лицевых вместе ой прошу прощения по отдельности и теперь 2 лицевых вместе с наклоном влево лицевая 2 петли вместе с наклоном вправо далее лицевая лицевая накид и повторяем раппорт до конца ряда вот что у нас получается седьмой ряд 1 кромочная далее лицевая накид 3 лицевых далее вот этот значок обозначает 3 петли связанных вместе я обычно делаю вот эту петельку центральной для этого я немножко переснимаю петли и это дело для того чтобы вот эта петелька оказалась посерединке так и затем уже провязываю за один раз далее снова 3 лицевых накид повторяем мы в девятом ряду и девятый ряд наш начинается с шишечки но так как это край изделия будущего в нашем случае это край образца то мы вот эту шишечку как и нижние провязывать не мы провяжем здесь просто лицевую петлю сделаем шишечки середине нашего образца первая петля кромочная далее лицевая вместо шишечки я сделала лицевую далее еще 2 лицевых 2 петли провязываем вместе наклон вправо далее делаем накид лицевая накид лицевая снова накид 2 петли наклон влево лицевая лицевая и вот мы подобрались к шишечке как мы сделаем шишечку провязываем 3 петли из одной 1 2 5 2 3 4 5 вот я сделала 5 петель разворачиваем существует много разных способов ввязывания шишечки можно и крючком ее сделать я покажу как делаю я дальше провязываем изнаночными 1 2 3 4 5 далее если вы хотите шишечку попухлее потолще побольше то нужно будет провязать еще два ряда еще один лицевой еще один изнаночный я же ограничусь на маленькой шишечке мне достаточно уже я ее объемную не хочу поэтому что я делаю я снимаю в эту петельку даже 2 чтобы было легче ввожу спицу в 3 петли оставшиеся наши шишечки провязываю вместе провязала далее перебрасываю четвертую петельку и пятую петельку вот такая у меня будет шишечка маленькая далее после шишечки вижу по узору лицевая лицевая 2 вместе петельки лицевой наклон вправо накид лицевая накид и так далее до конца когда вы подойдете к концу ряда последнюю шишечку я тоже не буду провязывать потому что на краю изделия она будет смотреться не очень уместно далее девочки мы провязываем по схеме 11 ряд 13 здесь все значки мы с ними уже познакомились и вот особого внимания заслуживает 15 ряд дело в том что это край вашего изделия и вот этим трем связаны вместе петелькам не предшествует никакой накид поэтому мы будем вязать не три петли вместе а только две потому что у нас вот этой петельки соответствует лишь один накид с а с этой стороны накида нет то же самое мы будем делать с другой стороны вашего рисунка завершение будет связано не тремя петлями вместе а лишь двумя потому что далее у нас тоже будет отсутствовать накид если вы провяжете три петли здесь вместе и здесь три петли вместе то общей сложности вы потеряете две петли в целом всего наборного вашего ряда давайте я покажу на образце 15 ряд то есть вот в этом месте я вот моя кромочная а здесь я должна связать по рисунку три петли вместе но вы видите у меня все сместится вот эту петлю я трогать не могу поэтому я свяжу только две и так кромочную снимаем давайте тоже сделаем имитацию вот эту петельку сделаем по центру как будто бы у нас здесь провязаны 3 петли вот она у нас по центру будет далее у нас 3 лицевые петли 1 2 3 делаем накид 1 лицевая накид 3 лицевых накид 3 лицевых 1 2 3 ну а дальше мы уже можем сделать по рисунку как положено 1 3 петли вместе значит 3 петли вместе провяжем потому что у этих трех петель по обе стороны есть накиды которые возместят пропавшие петельки а здесь возмещать петельки будет нечем накидов нет я подошла к концу пятнадцатого ряда вот мои три лицевые петли с накидом и завершающую петлю я провяжу две вместе кромочную не трогаем сделаю вот эту петельку центральный вот и кромочная будьте внимательны когда будете вывязывать начало и завершение вашего рисунка в изделии уже в готовом изделии то есть из основных особенностей у нас не вяжем шишечки по краям изделий снизу и по бокам изделия так и обратите внимание на 15 ряд вот это из особенностей схемы далее ряды вяжутся я вам уже показала каждый символ что означает как провязывать и в итоге у нас получится с вами вот такой вот нежный ажур очень симпатичный это пух не спрашивайте меня какой какой-то от бабушки даже не уверена продается сейчас такой или нет и давайте я вам покажу образец в хлопке как у меня получился тоже очень интересно выглядит впереди весна впереди лето думаю кому-то пригодится но и самое главное давайте я вам покажу изделие в котором мне этот рисуночек как кажется очень удачно вписывается я хочу вам показать вот такие вот носочки с этим рисунком летние ажурные наверное станут любимыми вот в этом носочке я расположила рисунок клинышком смотрите здесь тоже будут некоторые особенности при его вывязывании что нужно будет учесть вам соотношение накидов которые вы делаете и провязываем их вместе петель чтобы вас не терялись петли не добавлялись лишние один экспериментальный образец носочка но здесь уже не клинышком я связала а по прямой завершается рисуночек напишите в комментариях какой вам больше нравится такой вот вариант или такой конечно опытным мастерицам идея на заметку а если вы хотите такие же носочки связать но не совсем знаете как тоже оставляйте ваши комментарии сделаем мастер-класс вяжем их с вами вместе